Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Немного в себе сомневаюсь, не могу собраться с мыслями, дело в том, что я три года была в декрете. Я работаю медсестрой в процедурных кабинетах, работаю с венами, мышцами. За три года у меня были подработки, но мало. Придя на работу, я работаю в разных местах, и очень много. Ладно, разобраться с бумагами, дело последнее, но я очень волнуюсь, что иногда не могу нормально сделать процедуру. Например, я начинаю переживать, сверст у меня становится неранит, я волнуюсь и давно не работал, а вдруг промах. В итоге, пока работаю с пациентом, это все крутится в голове, и бывает таки, да, не могу попасть в вену. У меня 9 лет стажа, за эти 9 лет я заработал много. Положительных результатов ко мне отправляли людей, которые ну просто без вен, и приходилось брать из ног, и не только. Я брал кровь в детей 0+, и все было удачно. Сейчас какой-то коллапс у меня, я так переживаю. Посоветуйте, пожалуйста, как мне себя перенастроить. Я думаю, что здесь история заключается в том, что вы в какой-то момент переключились с того, что вы, ну как бы, делаете то, что вам нравится, вот, на то, что вы делаете, чтобы получилось. То есть вы переключились со своих ценностей, вот, на то, получится у вас или нет, по большому счету. Вот, это проблема, серьезная проблема. Поэтому я думаю, что вам бы нужно заметить сейчас то, а как вы, в принципе, вообще оказались в этой профессии. Ради чего вы пришли в нее. Что вы хотели бы, что вы хотите для людей посредством этой профессии. Понимаете, да? То есть, ну, буквально, что вы хотите. Понимаете, какая штука. Поэтому я думаю, я думаю, что здесь история вот такая. То есть, я думаю, что вы отвлеклись от своих, ну, как бы, ценностей. И перешли в, значит, вот, ну, как бы, в ценности именно вот другого типа. То есть, ценностей того этого должно получиться. Связано это с тем, что, да, какое-то время вы простаивали, какое-то время вы, вы, вот, как бы, ну, не занимались этим, не работали. И, соответственно, навык действительно мог немножко растеряться. Вот. Но это же момент, который вполне естественный. Понимаете, да? Это момент, который абсолютно нормальный. А есть еще другой момент. Момент, связанный с тем, что вы забыли, ради чего все это делать. И тут дело не в ошибке. Ошибиться может каждый. Тут дело в том, что вот эта ценность, которая раньше двигала вас, которая раньше двигала вами, вот, она сейчас уже не работает. То есть, что-то изменилось, что-то произошло. И вот, ну, как бы, на это, собственно, и нужно обратить ваше внимание. Понимаете, да? Какая штука. Вот. Вот как-то так. Поэтому я думаю, вам нужно разобраться с тем, что с вами произошло, что изменилось, как изменилось. Вот. И... С этим уже работать. С этим уже работать дальше. Понимаете? Ошибиться вы действительно можете. Но почему-то в какой-то момент, как бы, желание доказать, желание доказать, что вы можете желание подтвердить свой профессионализм стало сильнее. И это стало сильнее именно за счет того, что другая цена стала менее важна. Но вы этого не заметите. мать какая штука. Вот. Такая вот история. Понимаете, да? Я это вижу по крайней мере именно так. Вот. если у вас есть желание, обращайтесь. Я думаю, что мы с большим удовольствием вам поможем и с большим удовольствием окажем вам всю необходимую помощь. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего всего самого лучшего.